Всем приветик, доброе утречко. Только встала. Календарь? Сейчас будем открывать календарь. Чуша с папой ушли на родительское собрание. Уже должны, вообще, скоро прийти. Сейчас придут и будешь открывать, хорошо? И Каролина проснется. Каролина еще спит. Бабуля еще у нас спит. Там темно. Когда она просыпается, там сразу светло, она открывает шторки. Пока темно, значит, спит. Я вчера влог не домонтировала. Чуть-чуть мне осталось, поэтому сейчас быстренько сделаю. и буду выпускать. Лохматушкин. Выспалась? Календарь? Включим свет. У нас так темно. Днем включаем лампочку. На улице идет дождь. Ты смотри, там уже пооткрывалка, смотрите. Вот это она открыла. Это открыла. Зачем так делать? Сейчас скотчем обратно заклею, чтобы не это... Я не могу... Зачем открываешь? Если ты заклеишь, я не могу... Да, вообще не будешь тогда открывать. Какой сегодня день? Четвертый. Видишь, четвертый день открыл уже. Уже у тебя все открыто. Но я все равно не знаю, что это. А резинка? Резинка для волос? Угу. Это сильно больше. Это хорошо. Это может браслет? Тут написано. Угу. Нарисовано. Здорово. Здорово. Да, что-то такая большая резинка. Длинная очень. О, ничего себе. Это зачем? Я не знаю. Это для чего? Такая резинка. Что ты еще раз пришел? Первый раз такую резинку вижу. Может быть, это... Для чего? Нету. Такая огроменная резинка для чего? Нету. Нету. Бирюзовый пакетчик. Потом будет белый, бирюзовый, потом белый, бирюзовый, потом белый, бирюзовый. Какой-то олень? Нет? Это что такое? Это что за чудо-юдо? Это тоже житомыртика. Ой, у него топор в голове. Я же тебе показала. Я знаю, кто. Теперь вот этот конфет одет. Нерманутся. Что будет в конфетном календаре? Конфета, да ладно. Конфета! Каролине какая-то странная резинка попалась огромная. Куда ее надевать-то? Просто много раз в топчик. Только это сколько много раз? Раз двадцать намотать? Нет, три. Это вот так надо. А потом можно прическу делать вот так вот, заматывать вот сюда. Вот сюда. Вот так вот. Получается красиво. Прятки вот так вот наматываешь. Да, это так. Что там сказали тебе? Куда ты идешь? Нет. Да, слушай, пап. Нет. Папа, я хочу сделать еще один сек. Папа, я хочу сделать еще один сек. Видишь? Ну все же измениться может еще? Может измениться. Это сейчас пока, но тебе нужно подтянуть. Да? До конца учебного года. Июля. До июля. А какие предметы подтянуть надо? Тойч. Немецкий. Мама, как лист. Немецкий, и все? И все, только немецкий. Они смотрят немецкий, математик, и НМГ. Да, самое главное. НМГ у меня 5, и 5, и 3. Это нормально, да? 5, и 2, да. И потом математик у меня 5. А немецкий? Дойч у меня 4. Ну давай, старайся, если ты хочешь, конечно. Если ты не хочешь. Ну там сложно, он сказал. В сильную школу. Там сложно. Ну может быть тебе не сложно будет. Ну там сложно. Но он сам что, учился в этом? Нет, он просто говорит, что он был в сяде. Ну хорошо. У нас опять посылочка. Только уже для бабули. Тут две штуки приехало. Еще одна приедет потом. Здесь только две. А че тут? Внутри не поместилось. Еще, чек. Дальнего своего? Нет еще, рано. Ой, хорошая такая. Пушистенькая. Это толстенькая. Как у тебя, мама? Ну да, почти. Да, но просто у тебя другой цвет. У меня подлиннее. Другой цвет. Узкая. Она уже купила или заказала? Нет, просто заказала. Или на хорошую? Ну я на размер больше взяла, чем мой. Надо посмотреть, если больше размер у них есть. Хочешь себе шубку? Нет? А может быть, купим тебе шубку? Вот у тебя похожи. Да, у меня такая вот светло-коричневая. У бабушки темно-коричневая. Потемнее немножко. Не теряй. Ну ты тоже хорошая. Это размер. Сейчас посмотрю, какой размер. Ну, Элька. Должно быть как раз. Почему маленькая? Маленькие. Маленькая, Элька. И какой тебе нужен? Иксель тебе, значит, надо. Это хорошо. Даже застегивается на все. Здесь есть вот это. А тут две застежки. Это хорошо. Она застегивается. Вот это хорошо. Хотя это тоже Элька. Тогда хорошо. Только цвет мне больше нравится тут. Почему нет? Это немножко такая сероватая. Опять рукава длинные. Аня, везде рукава длинные. Но я больше такого цвета хочу. Но такого нет размера. Мне тоже больше тот цвет понравился. Вот такой цвет, да? Да, этот цвет лучше этот какой-то сероватый. Мама, это Куала. Куала мяукает, что ли? Так ничего, но сидит хорошо. Просто цвет не знаю. Поехали мы. Ксюша, мы поехали. Ксюша, мы поехали. Поехали мы за студиями. Вы нас провожаете, да? Боня? Провожаете нас? У нас сегодня дождь, целый день. В общем, вот эти две шубки я пока оставлю. Ждем третью шубку и посмотрим, какая больше подойдет. И вот эта первая. XL тогда нужно ей заказать, потому что Элька маленькая. Я сегодня хочу это пальто надеть. Первый раз. Этикетку снимаю. Надену это пальтишко. Вот эти вот ботиночки мои любимые. Выгулю пальтишко хоть один раз. Чего не застегнулась? Вся кофта мокрая. А я эту кофту искала, хотела надеть. Я твою черную взяла, можно? Взяла у Маргуша толстовку черную. Здравствуйте. Приехали мы. Сегодня много народу. Все за покупочками. Ком форама. Снега бы, а не дождя. Вот эта вот черная мне понравилась. Полочки. Я же хотела перегородку сделать. Такая вот маленькая. Тут потом нужно украшать ее разными вазочками. Ладно, идем искать наши стулья. Потом подумаем насчет этого. Красивая ширма, тоже такая черная. Подумаем, подумаем. Диванчики новые. Очень много всего нового. Я еще хочу поменять у нас лампу наверху. Над столом. В стекле, в стеклянном коробе. Прикольная. Стильная. Тарелочки классные. Лео все телевизор смотрит. Хочет поменять. Везде телевизор высматривает. Собачки. Это копилка. Нет, мне не очень нравится такая. Модно вот такие штуки. Висячие. Какая интересная люстра. На этих. На канатах висит. Такого я еще не видела. Мы не знаем, какие нам выбрать. Нам нравятся. Нам нравятся вот такие. Но здесь сидушка мягкая. И Фиона будет цепляться. Она порвет сразу. Здесь вот пластик. А здесь сидушка мягкая. Потом нам еще понравились вот эти вот стулья. Но они, мне кажется, очень низенькие для нашего стола. Очень низко будем сидеть. Лео понравился этот стол. Но он тоже мягкий. Сразу же все царапки будут видны на вот этой сидушке. Сидушка. Где Дима? Сидушка. А, стол Дима. Точно. Цена хорошая, конечно. Но меня пугает вот эта сидушка, что вот она порвет ее. Видите, насколько они низкие? Вот это выше, это ниже. Вот нам слишком низко будет. В общем, не знаю я. Не знаю, что делать. Я не хочу, чтобы кошка порвала все стулья опять. В общем, мы определились. Мы берем вот этот стул. И сверху мы будем стелить вот такую подстилку, чтобы она не поцарапала сидушку. Как вот нам нужно будет ее закрепить. Ну, в общем, посмотрим. Все, купили мы стульчики, наконец-то. В итоге поехали в другой магазин, потому что в том магазине это был последний стул, поэтому он стоил так дешево. Мы решили вытащить, без картона повезти. Зачем нам мусор домой? Все. Это не нужно. Нам столько не нужно картона. Взяли новую лампу и сидушки на стуле черные, чтобы Фиона не процарапала сидушку на стуле, потому что она из ткани. Сверху будем стелить дополнительные подушечки. Вот. И все. Поехали мы домой. Завтра будем собирать, прикручивать. В общем, все делать будем завтра, потому что сейчас мы приедем домой и пойдем в гости. Мы вернулись уже домой. Сейчас я быстренько приготовлю ужин, потому что Ксюша дома остается, Маргарита в кино ушла. Быстренько приготовлю ужин, но не пойдем. Писали мне насчет моей мясорубки древней. Ну, понимаете, мне удобнее с такой мясорубкой. Во-первых, она мало места занимает. Во-вторых, я не настолько много всего кручу. Я вот, получается, перекручу мясо там, не знаю, раз в месяц. И все. Я больше... Больше она мне не нужна. А если я куплю вот эту вот электрическую мясорубку, она места много занимает. Куда я ее буду ставить? У меня уже все здесь занято, все полки. Мне ставить ее некуда. И использовать я ее буду всего лишь там раз в месяц. Это максимум. Поэтому мне бабуля привезла такую мясорубку. И все. Мне она очень нравится. Быстренько перекрутила, помыла, убрала. Места много не занимает. Если бы мне нужна была электрическая мясорубка, я бы уже давным-давно купила. Просто я не вижу смысла где-то ее здесь ставить. Я очень довольна своей мясорубкой. Ручной, а не электрической. Ну вот. Салатик. Наливай, 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 наливай. Наливай, наливай. Все. Все, перемешаешь. Сейчас рис сварится. И с бабулей положим. На сегодня я уже буду заканчивать влог, потому что мы, скорее всего, пойдем уже поздно. Коротенький влог, наверное, получился. Ну, в общем, завтра будем снимать, завтра будем собирать мебель, вешать нашу люстру новую. Завтра у нас много работы. А на сегодня будем прощаться с вами и увидимся завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова